Это очень справедливый вопрос. Антисемитизм ли это — быть антисионистом? Во-первых, когда мы говорим об антисемитизме, мы говорим не просто о критике еврейского народа, обоснованной справедливой, касающейся отдельных личностей или еврейского народа как группы, справедливой и честной, достоверной. Мы говорим о демонизации этого народа как целого, мы говорим о распространении лжи о народе как целом. Итак, антисемитизм ли это — быть антисионистом? Если у вас проблемы с тем, как Израиль относится к палестинцам, но вы признаете их право находиться на земле Израиля, если вы признаете, что есть две стороны конфликта, но считаете, что Израиль часто занимает неправильную сторону, абсолютно справедливо и абсолютно законно задавать этот вопрос. С другой стороны, если вы делегитимизируете право Израиля на существование, если вы делегитимизируете право Израиля иметь национальный очаг, Если вы демонизируете народ как целое и говорите, что он как целое, производит геноциды, апартеид и так далее, если вы распространяете ложь об Израиле, например, о том, что израильтяне убивают палестинцев ради их органов и подобные вещи, тогда да, это антисемитизм. И часто так бывает, что антисионизм — это прикрытие для антисемитизма. Еще раз повторю, справедливая критика Израиля и еврейского народа — это нормально, и это не антисемитизм. Распространение лжи о народе в целом или демонизация нации как целого — это антисемитизм. В книге Захарии есть интересный стих. Книга Захарии, 2 глава, 12 стих. Это очень интересный стих. «Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим». И в этом же контексте Бог говорит, что тот, кто касается Израиля, касается зеницы его ока. Что я пытаюсь сказать? Бог рассел еврейский народ, отправив их в изгнание. Из-за греха, отвержения Торы, отвержения пророков, отвержения Мессии. И еврейский народ — я еврей. Мы, евреи, были рассеяны по всему миру, часто находясь под Божьим судом и будучи ненавидимы людьми и сатаной, желающим уничтожить нас. И тем не менее, Божья рука все еще на еврейском народе. И он говорит, тот, кто касается их, касается зеницы моего ока. И он сказал это даже когда Израиль был во грехе и бунте. Это то же самое, что вы бы испытывали по отношению к вашему собственному ребенку, который, возможно, сделал что-то плохое. И вы наказали бы этого ребенка, но он все равно любимый вами ребенок. Итак, честная и обоснованная критика еврейского народа, отдельных личностей, народа как группы, Израиля как нации, честная и обоснованная критика — это всегда хорошо. Демонизация народа как группы, делегитимизация государства как государства, как страны — это, друзья, антисемитизм. Потому иногда антисионизм — это антисемитизм.